здравствуйте в студии вестника кавказа гия саралидзе как всегда мы говорим о футболе о том что интересного произошло в этом главном может быть для некоторых единственным виде спорта ну конечно же мы начнем с товарищеского матча россия уругвай безусловно чем ближе чемпионат европы тем больше интерес у болельщиков российской сборной как там дела обстоят как выглядят футболисты и вот такие матчи особенно с таким соперником как уругвай дают представление о том в каком в какой форме в каком настроении подходит команда адвоката к главному событию четырехлетия для нашей сборной тем более что мы пропустили чемпионат мира и теперь вот все надежды возлагаем на этот континентальный континентальное первенство поэтому с удвоенным вниманием любопытством мы смотрели на то какой состав выставить дик адвокат кто выйдет на поле как они будут выглядеть как мы сыграем в конце концов с уругваем какой футбол покажем надо сказать что это репетиция но она может быть не главная репетиция не прогон перед уже матчами чемпионата европа основной финальной стадии но во всяком случае петиция очень серьезно и прошла она неплохо в целом на фоне очень сильной сбалансированной со звездами команда уругвая сборная россии выглядела неплохо сыграли в ничью 1-1 причем интересно что два мяча этих были забиты с разницей в одну минуту на 48 суарес открыл счет и буквально 49 киржаков сравнял счет 1-1 но если говорить о том закономерен ли этот результат хотя понятно что в товарищеских матчах результат он имеет второстепенное значение все равно но он наверное закономерен хотя побольше моментов были уругвая но вообще эта игра показала что проблемы конечно у сборной есть если судя по всему где адвокат определился с тем голкипером кто на кого он сделает ставку если не дай бог ничего не произойдет никакой травмы не будет это будет вячеслав малафеев ну и наверное правильно вячеслав малафеев был совсем недавно абсолютно заслуженно назван лучшим голкипером этого сезона по опросам как профессиональных людей которые профессиональным футболом занимаются или пишут о нем так и по опросам болельщиков делалось это по уже сложившейся традиции журналом огонек все время выбирают лучшего голкипера по традиции и вот вячеслав малафеев видимо из точки зрения болельщиков с точки зрения специалистов из точки зрения тренерского штаба действительно сейчас номер один ну вот с остальными футболистами особенно с линии обороны тут возникают вопросы хотя выбора там особого нет честно говоря но вот то как такие звездные игроки кавани суарес фарлан которые играют нападение уругвая проходили иногда разрывали просто наши редуты оборонные все-таки определенные проблемы с тем как сдерживать техничных таких выдумщиков что ли на поле все-таки есть проблемы и дело еще в том что таких вот креативных игроков в линии атаки в нашем чемпионате где собственно наши защитники все играют сборной их не так много поэтому проблемы могут возникать с другой стороны команда наша не потерялась на фоне такого серьезного соперника временами атаковали здорово и комбинационную игру показывали вообще ну определенная стройность в игре сборной есть нет такого чтобы сейчас при вот при том когда ты смотришь на игру сборной россии было ощущение что просто футболисты не знают зачем они вышли на поле что иногда такое ощущение складывалось по некоторым товарищеским матчем еще совсем недавно это радует безусловно в преддверии чемпионата не европы будем надеяться что адвокату и его штабу удастся какие-то прорехи особенно в защите все-таки закрыть как-то что-то придумать ну вот просто оглашу то как выходили здесь были некоторые неожиданности не то что не неожиданности применить их нашей сборной говорить о неожиданностях трудно в общем игроки все известные и чем-то удивить трудно но вот выход марата измайлова с первых минут и он играл 77 минут на поле да еще после известного скандала с василием уткиным который прошелся по марату весьма не дипломатично но его появление вот она с одной стороны обуславливается тем что тренерский штаб наверно хотел поддержать игрока с другой стороны видимо на марата всерьез рассчитывают дик адвокат а вот каким составом вышло сборной россии играть вячеслав малафеев александр анюков березуцкий игношевич жирков но это условно будем говорить защита широков денисов зырянов измайлов и погребняк аршавин потом на замену выходили шаронов киржаков камбаров глушаков и кокорин ну вот камбаров кокорин появление в сборной один вышел на 70 минуте другой на 77 это такой знак того что может быть этим игрокам тоже будет доверено киржаков кстати вышедший на замену забил единственный мяч нашей сборной хотя возможности там забить больше было безусловно у наших игроков следующая игра у нас с литвой будет интересно посмотреть как вот теперь россия проявит себе в игре ну заведомо все-таки будем надеяться слабый слабый сборной здесь как раз исходя из каких-то таких тактических соображений может быть надо будет показать то как сборная может вскрывать такую эшелонированную оборону соперника тем более что у нас в нашей группе такие команды будут но об этом чуть позже мы поговорим когда будем говорить о том как сыграли наши соперники в этих товарищеских матчах они все участвовали в играх в товарищеских и я скажу что ничего особо обнадеживающий для нашей сборной в этих играх я не увидел честно говоря как в общем и ничего страшного тоже в общем первая на репетиция такая основательная перед чемпионатами европы прошла неплохо посмотрим как будут развиваться события дальше ну а об остальных матчах товарищеских которые прошли в эти выходные мы поговорим с вами в следующей части нашей программы